итак дорогие друзья для участников школы мы продолжаем эти видео будут на youtube так как юнит очень важный мы сейчас будем рассматривать тип юнит в котлин потому что с ним очень много путаницы для тех кто начал с этого видео сайт spb-tut.ru коротко мы начали работать с функцией изучение языка сначала python теперь котлин потом gc работаем сейчас с параметрами и аргументами то есть то что определено скобках это параметры как вызывается функция функцию передаются аргументы если вы новичок или вы работали с каким-то языком все равно я рекомендую все уроки именно мои делать до понимания осмысленного разбираем очень четко по сути дела ранее я объяснял что по параметрам функции по вызову функции все должно считываться мим моментально иначе потом просто напросто вам будет трудно в уроках я много показывал посмотрите на канале те кто решил заниматься вперед занимаемся spb-tut.ru получаем доступ и вперед так поехали и так тип юнит что это я много чего посмотрел вот чтобы люди все отвечают вроде правильно вроде неправильно давайте посмотрим основные типы котлин мы еще типа не изучали чуть позже изучим они все одинаково практически во всех языках поэтому проблем тут не возникнет итак мы видим числа да ребят надо все уроки прослушать потому что я хочу вот полностью все нутро рассмотреть дальше поехали смотрим логические типы до false to массивы строки ну строковые шаблоны типа юнит мы не видим да то есть это основные типы с другой стороны когда мы смотрим саму чаще ща 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 где-то я тут подготовил а справку то мы видим тип только с одним значением юнит объект это тип свойство войт соответствует типу java для родного тип с одним значением юнит да возвращаясь строковое представление объекта сначала звучит первый вопрос ребят теперь я суть покажу чтоб отбросить а потом будем разбираться уже откуда это пошло вопрос что это и начинается путаница ребят относитесь вот как есть как объяснили разработчики котлин ничего другого не придумали для чего он нужен сначала очень простой пример котлин объектно ориентированный язык если мы пишем функцию она должна что-то возвращать то есть есть определенные типы как мы узнаем что функция возвращает после параметров двоеточие и указывается возвращаемый тип вы никакой другой тип здесь не сможете вернуть тогда вызове будет исключение иными словами ошибка здесь у нас функция дабл где параметру а присвоено не присвоен ничего а параметр а имеет тип in параметр b имеет тип in мы с вами изучали дальше возвращаемый тип in могут быть страховые и другие типы посмотрим эта функция у нас отрабатывает нормально и логика сейчас не так важно да что мы здесь писали а больше б со временем все это разберем очень подробно вообще вот эти все инструкции но говорю очень важно параметры и вызов функции должен считываться моментально вплоть до исключений вернули 8 теперь ребята вот у меня к вам вопрос а может быть типа у которого нет типа да да может а давайте попробуем смотрите вот сюда добавляем параметр c сейчас это будет тот язык и стипом string рестартанием юпитер потому что пока он уже начал до брыкаться читаем да уже начал брыкаться пока он нас предупреждает параметр c никогда не использовался то есть он пока не полез туда но я у вас спрашиваю вопрос ребята вот смотрите пишу да для вас 5 плюс 5 плюс вася какой это тип ребят как сложить 5 плюс 5 и плюс вася никак 5 это число 5 второе это число а вася это строка какой тип указать поехали дальше мы все укажем хорошо давайте попробуем заставить компилятор скомпилировать этот код 8 3 и и значение тут получается строка а вася ну вася а нет мы вот так сделаем чтоб нам не переписывать многое 8 если 8 если 8 получается больше больше c больше вася вернуть а иначе b и все и сдох читаем несоответствие типов понятно ведь нельзя же к пятерке прибавить вася не ну можно там так соответственно вася 1 значит плюс 1 да ну это для параметра c не перед назначение ни одного из следований ни одной из следующих функций не может быть сказанными аргументами ну понятно а смотрите что получается получается то логически ну правильно все мы же не можем сравнить 5 и вася ну никак бы не сравним правильно потому что число и строка то есть и попробуем чтобы он еще нам что-то отработал он пишет ребята это атас так нельзя делать я не буду ничего компилировать он говорит но тем не менее мы применим магию а мы конечно не сложим здесь не сложим здесь оно а потому что надо прописать правильно но тем не менее мы можем попробовать сделать другое сейчас не будем на этом заостряться одну суть вы поняли теперь посмотрим наши примеры обратите внимание мой праздник майн селибрейшн мы писали функцию куда учились фан майн селибрейшн адрес телефон имя вес и выводили да обратите внимание ведь здесь же ничего не стоит вот оно а здесь присутствует и число и строка Иными словами, просто в Kotlin есть соглашение Когда не определен тип И его можно не прописывать Хотя прописан он был так Здесь unit Это язык сам прописывает Если мы запустим эту функцию Она также отработает Мы можем unit убрать Итак, ребята Теперь первое Как правильно понять Unit Это в первую очередь Вывод Вывод Типа Вывод 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 из-под основных типов Когда мы не можем понять Число это строка Зачем это делали разработчики Kotlin Вы разрабатываете язык Становимся на место разработчиков И думаем Мы бы хотели, чтобы на нашем языке Это был язык общего назначения Значит, мы бы хотели, чтобы на нем можно было писать Сайты Мобильные приложения Это все реально для Kotlin Дальше Написать, допустим, сам сервер И написать все, что угодно Любую логику Получается Если Мы Упираемся Если мы упираемся Что нам надо неопределенный тип А теперь смотрите Ребят Вот тут мы получаем четкое представление Что Вот как думали разработчики Kotlin Секунду Давайте подумаем Вот язык Kotlin А вот браузер 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 Да Хорошо Нам нужно передать Нам нужно передать HTML Смотрите Вот Это реальный пример Мы сейчас посмотрим HTML Мы четко понимаем Что Значит Можно было бы заморачиваться На типе Да На типе определенном Ведь Kotlin Из экстатической типизации Иными словами Преобразовать все это в строки Да А с другой стороны А когда будет число А когда будет потом Истинно ложь То как поступать Но мы четко понимаем Что Вот это Хиат Боди И сам HTML Браузер понимает И вот разработчики подумали Ведь надо какой-то тип Который выведет Из-под типов И передаст все Что нам угодно Любое И как они объяснили Это уже я в следующем видео Буду рассказывать Иного какого-то нового Не нашли Нашли юнит Который есть в принципе Во всех языках А теперь Смотрите На практике Как это происходит На самом деле Еще момент Берем фреймворк От Kotlin Ктор Это фреймворк На котором Можно писать Веб-сайты Да Не удивляйтесь Язык Со статической Типизацией Он пошел Очень далеко Можно писать Мобильные приложения Можно писать Мобильные приложения С серверной частью В общем Можно написать И сервер Я сейчас Не буду вдаваться Мы позже Его будем рассматривать Подробности Просто Я хочу Чтоб вы увидели Код Application Так Где у нас Application Ага Сначала я запускаю Да Рано Application Я у меня Был запущен И Получаю Ответ То есть Страница Сайта Заработала Hello World Для тех Кто Хочет еще Раньше чем Уроки В школе Начать Все делается Очень просто В школе Мы устанавливали Идея Бесплатную версию Открываете Settings Дальше Открываете Плагины И просто Ищите Устанавливаете Ктор Дальше Установили Перезагрузили Файл New Project И выбираете Ктор Дальше Можно выбрать Шаблон В данном случае Я выбрал HTML Шаблон И у нас Уже появился Шаблон Но Меня сейчас Я хочу Чтобы вы Увидели Важную Вещь Смотрите Вот Модуль Application Который Сформировал Вот эту Страницу Смотрите Нашу Функцию Функция Application Модули Дальше Тип Testing Bullying Присвоено Значение False И Здесь У нас Получается Видите Вернуть Ничего Да То есть Получается Здесь Unit Просто Он Опускается Да И Теперь Давайте Попробуем Перезапустить Абсолютно Верно Сейчас Перезапустим Так Сейчас Секундочку Вот Он Все Просто Надо было Перезапустить Hello World А А Теперь Смотрим Вот Здесь Есть Дальше Смотрим Mine Здесь Уже Явно Указан Unit И Присвоить Значения ИОК Тор Сервер И так Далее Бла 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 Смотрите Что Это Это Любое Вопрос В том Что Разработчики Когда Разрабатывали Этот тип Они Ориентировались На Приемник Сейчас Объясню И когда Еще Давайте Посмотрим Вот Фан Модули Дальше 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 Вот Смотрите Сама Функция Тоже Да Вот Мы Дописали Unit Дальше Вот У нас Идет Путь Да Прописан Функции Какой Тип Вот Скажите Вот Какой Тип Функции Патч При Свои Значения Здесь Строки Получилось Да Дальше Здесь У нас Текст Hello World Оно Строку Сама Присвоила А здесь У нас Путь Указан Контент Контент Type Контент Type Текст План То есть Текстовое Представление Но здесь У нас Не обозначено Вот так Вот Строка У нас Просто Обозначен Путь Понимаете Потому что Путь Но Тем Не Менее Тем Не Менее Языку Все Равно И Типа Здесь Сейчас Никакого Нет Вообще Нет Типа Здесь Просто Тупо Путь Но Браузер Нас Понял Он Вывел То Что Нам Надо Потому что Если бы Это Была Строка Оно Было Обозначено Как Тип Строка То Смотрите Смотрите Вы Подчеркивает Нифига Говорит Программист Не Пойдет У меня Просто Путь Тупо Указан Не Как Строка А Просто Тупо Указан Путь Но Ведь Мы Это Смогли Сделать И Это Круто И Когда Мы Начинаем Еще Один Момент Немножко Сложнее Но Я думаю Вы Поймете Типа Безопасные Строители Да Типа Безопасное Построение Кода То Есть По сути Дела Без Типа И Здесь Вы Найдете У них Вот Сам Замысел Сам Замысел Смотрите Внимательно То же Самое Примерно Есть Джанга То есть В Python Но Там Все Намного Сложнее Здесь Немножко Проще Все Смотрите Вот Это Как они Пишут Лям Довыражение Вот Функция HTML Дальше Смотрим Init HTML Это И есть Тип Сейчас Тип Этой Функции Тип HTML Unit Функциональный Тип С объектом Приемником Иными Словами Иными Словами Иными Словами Коротко Потому что С этим Будем Разбираться Чуть Попозже Да Здесь Надо Немножко Другие Надо Полнее Изучить Классы И все Пройти Чтобы Уже Более Полно Все Таки В ООП Лучше Здесь Фрагмент Получается Передается Юнит И дальше Мы Начинаем Работать Уже С любыми Вещами Хиат Боди То есть Можем Обращаться Ко всему Чему Угодно Получается Что Какую Цель Преследовали Разработчики Понимаете Можно Было Это Убрать Но Тогда Разработчику Пришлось Бо Писать Кучу Кода Допустим Переводить Что-то В строки Что-то В числа Но Опять Это Была Куча Проблем Поэтому Разработчики Подумали Надо Сделать Тип Который В принципе Выводит Из всех Типов И может Передавать Все Что угодно Все Что угодно И тогда Решаются Все вопросы Этот Тип Примет И число И строку И булевое Выражение И все Что угодно И выведет На ура Скажите Это Разумно? Да Разумно Это Просто Да Это Просто Итак Сделаем Первый Вывод Юнит Что Это Это В первую очередь Как мы Увидели Вывод И Из Под Основных Типов Целью Передать Что угодно Кому Угодно Это уже Зависит От программиста Но Здесь В следующем Видео Сейчас посмотрим А как же Это реализовано Типа Типа